Сесть за руль придется не скоро. Ученики одной из московских автошкол рассказывают, как заплатили за уроки, прошли курс обучения и уже готовились к экзаменам. Когда вдруг выяснилось, что их документы таинственным образом исчезли. А чтобы доучиться, нужно еще и заплатить. Руководство автошколы винит в этом мошенников, которые якобы действовали в коллективе. Кто кого обманул, выясняли наши корреспонденты. Все время говорили перезванивать в апреле, в мае и так далее. На что уже в конце концов не хватило терпения. Приехала в офис и тут в очень такой милой беседе мне генеральный директор объяснил, что мои документы были украдены. И все это время в ГАИ не попадало ничего. Такие же новости получили несколько десятков клиентов автошколы. По их словам, их документы и деньги за обучение украли сотрудники школы. Мне сообщили, что заместитель генерального директора центральной автошколы вместе с деньгами, которые мы сдавали, и документами исчез. После этого, говорят клиенты, им заявили, обучение можно продолжить, но за дополнительную плату. И в другой автошколе, так называемой партнерской компании. Для решения моей ситуации мне было предложено доплатить еще 8 тысяч и отправиться в один из учебных центров партнеров. Как мне объяснили, что это другая автошкола, которая имеет лицензию. Я, если честно, так и не понял, это филиал этой автошколы, филиал центральной автошколы или нет. Но ни филиалу, ни центру партнеру рассерженные клиенты доплачивать не захотели. Потребовали продолжение обучения, за которое уже внесли плату. Однако оказалось, в договорах с автошколой, которой клиенты сами же и подписывали, про образовательные услуги речи не шло. Людям предлагали лишь так называемые консультации. Позиционировалось это все, как будто это образовательное учреждение. Но я здесь ни в коем роде не скрываю, что это моя личная ошибка. Как говорят специалисты, в подобных договорах должно быть четко прописано оказание именно образовательных услуг, а также их фиксированная стоимость. А на официальном сайте учреждения, помимо информации о лицензии, бизнесмены обязаны разместить данные о согласовании учебных программ, разрешении на обучение от ГИБДД и так называемый акт самообследования. Сейчас какая ситуация? Ситуация о том, что с прошлого года введены новые программы, приказы Министерства образования и науки номер 1408. У многих лицензии уже есть, однако для того, чтобы войти в правовое поле в новых условиях, должны получить заключение, как я говорил, и согласование программ. Но надо иметь в виду, если не будет заключения и не будет согласования программ у автошколы, то эти учебные группы просто в ГИБДД не будут регистрировать и вас не допустят к экзаменам. Так что получить права ученики организации, которые по договору оказывают только консультационные услуги, все равно не могут. Центральная автошкола безопасность подавала нам заявление на согласование программ профессионального обучения водителей транспортных средств и обследования учебно-материальной базы, но в 2014 году получила отказ от согласования программ профессионального обучения. Соответственно, после этого больше они к нам не обращались с заявлениями. При этом директор автошколы считает себя пострадавшим в этой ситуации. Руководство школы, говорят клиенты, настаивает, что несколько сотрудников разработали некую мошенническую схему. Возможно, выдавали поддельные документы и воровали деньги. Задета наша честь, 20-летний опыт работы центральной автошколы, в которой замешаны 2-3 сотрудника нашей автошколы. В настоящее время правоохранительные органы занимаются этим вопросом. Учитывая, что это поддельные были документы, и ни одной копейки в кассу не попала автошкола, безусловно, мы передали эти документы, сделали ревизию и передали эти документы в УБЭП. Они сейчас выясняют, ну как мы можем из кассы вытащить деньги, чужие деньги, которые даже не донесены до кассы. Тем временем, пока в этом деле разбираются полицейские автошколы, говорят пострадавшие, набор учеников не прекращает. Школы продолжают существовать, если позвонить по телефону, где операторы консультируют про стоимость услуг и их сроки, то нам очень живо рассказывают, что в Москве 19 центров, которые предоставляют услуги, набор уйдется постоянно, и обучение оставляет 3,5 месяца. Чтобы наконец получить права, людям придется еще раз потратить деньги и повторно пройти обучение. В другой автошколе, а вернуть уже потраченное на учебу, которое так и не закончилось сдачей экзамена и выдачей прав, они намерены через суд. Андрей Стукатуров, Москва, 24.